Мы еще не знакомые И еще мое имя и отчество Но я знаю уже, как ты долго ждала Я выбираю, например, шофер, дома уборщица Всех таких людей, кто никогда не верил, что у меня все будет Я специально их и их возьму Это не ГГС Это проверка Да, и я буду им хорошо, наоборот, платить Они никогда не верили, что вот сейчас они стали как-то домой Конечно, больно Конечно, больно, а как-то это очень больно А мне же все время больно было Но все боли Не срапаются Секодин хумир селёй шевелый О, царика всеселёй О, царика всеселёй О, отшумир тебя сладой О, царика всеселёй О, царика всеселёй О, царика всеселёй О, царика всеселёй Незнакомые Незнакомые с правилом Я бы придумала ему такое название Любовь к Богу с абхазским акцентом Вот первая мысль, которая приходит в голову Что однажды ты мечтаешь-мечтаешь Идёшь-идёшь И однажды тебя позовёт несбывшееся И неизвестно каким топором ударит оно Или чем-то ласковым по твоей голове Вот совсем недавно в нашей студии Появился человек Как паутина Как паутина, говорит он Добрый вечер, Мария Владимировна Добрый вечер И зовут этого человека Реваз Давыдович Варламович Вот, никто не знает, как его зовут Никобадзе с одной стороны С другой, Давид Багратионис Третий Хамелеане Четвёртый 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 Неизвестно кто И Человек Я первый раз попала в ситуацию Когда я как ведущая Которая всегда находила что сказать Не знаю что сказать Потому что Потому что все мысли рядом с этим человеком Куда-то исчезают И Даже зацепиться не за что Кто мне скажет правду Никто Кто же ты такой Хочу узнать правду Кто я Да Да Кто ты Кто Ты Давид Волшебник Вот Он говорит что он волшебник Меня Это настигло в раз плохо Дело в том что я не подготовилась к приходу волшебника Мария Да Я знаю что Ты для меня вестник Что? Волшебник 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 И Поэтому Знаете как бывает Ни с того ни с сего Вдруг тебя это настигло Ну да Тебя настигло Несбывшееся Наверное И в этом человеке Если он волшебник То скрывается все то Что Я когда то намечтала Вот как Он как Наверное Чемодан Мария Абдина Вот моя мечта была Слепая Вот Вы сам пишите Вот Смотрите Да Моя мечта была слепая Но дальше там написано Ей суждено Зажечь зарю Ну потому что Наверное Если бы она была зрячей Она бы не смогла это сделать Ты хочешь сказать Что ты моя мечта Слепая Нет Или зрячий ты Нет А кто ты Я мечта народа Какого Я же граждан мира Всего народа Итак Перед нами сидит Давид Пусть будет лучше Святой Давид Значит Когда он пришел сюда Он сразу сказал Что он Святой Давид Да Трудно очень Вот Святой Давид Это мечта всего Народа Да А какая мечта У всего народа Моя Моя Абдина Очень тяжелый вопрос Моя Абдина Очень тяжелый вопрос Моя Абдина Немножко ремарка Кто такой Давид Все-таки Давай Давидом тебя будем звать Или как Давайте Да Лучше Давидом Кто у нас такой Давид Давид Сколько тебе лет 25 Уже Да Подожди Ну у тебя же кажется Вчера было 24 Четыре Четыре А когда это у тебя 25 стукнуло Сегодня Так Значит Возраст у него Короче не определен И точно Я не могу сказать Сколько ему лет Я сейчас все расскажу Но Этот человек пришел Человек без паспорта Без паспорта К тому же Пришел человек в студию Показывает свои картины Которые покупают Самые известные люди мира Или он дарит им ее И там И берут Значит У человека 1300 картин Значит Если даже в день Рисовать одну картину То понадобится Четыре с половиной года Каждый день По одной картине А картины такие Что За один день Не нарисуешь За один день Значит Тут явно Без какого-то колдовства Не обошлось Значит А он говорит Я рисую 9 лет Ну хорошо Если мы возьмем даже Двадцать Четыре Три Пять Я уже не знаю Сколько лет И отнимем 9 То во сколько ж ты начал рисовать? Очень давно Что такое давно? Не будем Об этом Не будем об этом А еще ж ты режиссер? Вот это уже главное То есть картина это не главное? Это нет Потому что я рисую таких людей Так А еще что ты рисуешь? Когда я увидела эти картины Они для меня не существуют Как не существуют? Их нет? Ну просто они Они живые Но для меня Ближе То есть они не существуют Для тебя? Да А что ж ты тогда рисуешь? Ну мне жалко просто Кого? Тех кого ты рисуешь? Их нет А самые несчастные люди Ну красивые Но несчастные Я вообще вот сейчас У меня такое ощущение Я ничего не понимаю Вот и я ничего не понимаю Первый раз я ничего не понимаю Потому что мне кажется Может виноват акцент Нет То есть акцент не виноват Знаете что? Что я режиссер Хорошо Я могу играть 24 часа Так Аааа То есть ты как режиссер играешь? Да И сейчас вот это вот Такое начало большой игры Ну мы же начали это реалити шоу Реалити шоу начали Да Вот я все время стопорюсь с тобой Видимо акцент опять мешает Вот какой-то у меня уже тоже На каждом шагу стоят акценты Я не знаю Это просто любовь с акцентом Это любовь с акцентом Ну да Безапелляционно Человек приходит Ровно на второй день Каким-то невероятным образом Он уже меня убеждает в том Что это любовь Это первое Второе Так же быстро Он убеждает меня в том Что он святой Давид И все уже не сомневаются Но этого мало Через некоторое время Режиссер Художник Да А как режиссер Мы посмотрели твои спектакли Это запредельщина То есть это Когда я рассказала Даже только о спектаклях в Израиле Там уже сразу захотели Чтобы Давид туда приехал Сказали, что это очень гениальные спектакли Вот сам вопрос возникает Значит так Пять спектаклей Тысяча триста картин Двадцать четыре-двадцать пять лет Еще ты работал В этом Трупы Радиоведущие Ну еще много что Много что И по перечислению твоей работы Я У меня ломается голова Потому что Как я это успел, да? Да Как ты это успел? Мне очень сложно С тобой Не понимаю Никто не понимает Кроме меня Кроме тебя Никто не понимает Это очень хорошо Если вопрос Нет ответа Так вот кто ты Ты вопрос без ответа Так? А что такое вопрос без ответа? Вот Что сейчас происходит Задается вопрос Ведь в самом вопросе Всегда есть ответ Не так ли? Это единственный случай Где есть вход Но нет выход Все Там вошел и все Ты уже потерял Кого? Себе Себя? Да То есть я уже вошла И потеряла себя? Ну конечно Да И что же мне делать теперь? Ничего То есть Как мы чего? Надо мечтать Не Ну так это же уже не Знаете что? Вот Вот смотрите Мария Авдеевна С тобой сидит Святой человек Какой? Святой Святой человек Да Вот Точнее просто Ну это Художник Это все ерунда Ерунда Даже 20 колеса Но это ерунда Мне уже надела Эти дурацкие лицо Сейчас Не главная тема Живопись Не главная тема Театр Главная святость Да Ну конечно Это главное дух Дух Так Давид Конечно Конечно Останутся только два святых человека Две души Что же это будет? Что это будет? Что это будет? Любовь? Нет Без акцента А акцент всегда будет Потому что я из Абхазии Это нигде не делится Но это не главное Мне нравится свой акцент Ну например Если я буду жить в России Хоть 50 лет Ну 59 Как бы договорились У меня всегда будет акцент Потому что это я хочу Мне этот акцент нравится Тебе нравится акцент и ты его оставляешь Ну конечно А у акцента слово есть второй смысл Вот я тоже человек Который любит акцентировать свое внимание На том или ином месте Да Поэтому вы уже делали акцент На мою акцент Правильно? Ну я вообще делаю акцент на Вот мы разговариваем Значит и так мы решили Что все Это вот твои картины Режиссура Мои книжки Мое все И твое фигня Вот мы просто это искусство И мы как бы Хотя на самом деле Моя книжка не искусство Знаете Это исповедь Это не святая дорога Искусство Это все равно Есть грязь Есть грязь Но Моя книжка Это исповедь Я хочу показать людям Совсем другой мир Да Который возможен Только при одном желании Который находится За занавеской Сознания вот этих людей Потому что Они сказали Что они хотят так жить А я хочу отдернуть За занавеску Как Буратино И показать Открыть дверь В другой мир Вот и все Ну Исповедь Но Вы дошли до Это 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 Дай исповедь Нет Вы получили Концент Ответ Ну Вы же начните Так Что Мария Как Мария Искала на земле Бога Бога Ага И что Жили или нет Уже прошло 14 лет 4 Без слезы Без слезы Без слезы Ну слезы тоже Искусство Может даже слезы тоже Но только К близкому к миру Давид Ты хочешь сказать Что Ну ты уже сказал это мне Что Мне больше никого искать не надо Я Бог Вот я шла Куда Да И при себя думаю Что же мне в жизни не хватает Сильно Волшебства Меня Тебя Да Какая волшебства Да Я здесь И снова здравствуйте И снова здравствуйте Я не знаю еще Святой человек Пока ты для меня Не Бог Просто святой человек Святой человек Вот Чтобы там Люди слушают Да Святой человек А что такое святой? Ну Не важно Слушают люди Святые? И они слушают слово Святой человек Обыкновенные люди Что они думают? Кого я рисую Или Определенные люди Ну какие-то Всякие люди Разные Вот Что такое в их понимании Святой человек Вот В твоем понимании Святой Ты родился со Святым Духом Просто Я начинаю так Я верю в таком семье Я расскажу Ну Несколько маленьких фрагментов Из моего семьи Можно? Да Близко только Я Верю в таком семье Где церковь Дорога К Богу К храму Или к Богу? Да Ну хоть к Богу И Вот Духовное Это у нас всегда Было в вещевом уровне Потому что Мы Не часто ходили в церкви Ну церковь Но Вот Традиция Это у нас был Правда Пищем магистры Я тоже в Веросток Меня тоже воспитали так Ну просто для меня не Бог Это каждое воскресенье Ходить в церковь Ну это всего лишь ритуалы, да, Вит? Да Ну это Это так же как искусство Картины рисовать Ну это же блеф Блеф Я могу вот эту свечу поставить дома тоже Конечно И на улице тоже А еще мысленно Ты можешь поставить себе свечу в сердце Ну да Ну и Ну например Если я возьму такой вариант Так что ж такое? Ну хоть Возьмите фильм Покаяние Финальный эпизод Разговор Диалог Где гениальная грузинская актриса Великого Анджа Фаридзе Что она спрашивает? Ну напомню Ведет эта дорога к храму? Она знает, что она ведет Нет, она знает просто Она На всякий случай Проверяет другого человека Спрашивает Она сама знает эту дорогу к храму Она тоже видит К храму Это от этого дома Где-то На сто метров Стоит Она отвечает Это Да Это дорога По имени Варлама Тогда я тебе могу Кто это Варлам? Сейчас В дальний момент Кто он? Варлам? Да Не знаю Я могу сказать одно Это абсурд Абсурд Конечно Это абсурд Это абсурд Абсурдная вера к Богу Абсурдная Или там Это знаете Это ничего нету Это игра Что? Значит я не режиссер А они актеры Они больше играют Чем я Конечно Они больше ставят Например Каждый день Спектакль Чем например я Я хоть ставил Что бил Реально Скажи А как ты думаешь Вот я С которой ты встретился Я знаю дорогу к храму Мама Мария Вам зачем храм? Вот А почему Вот Вот храм И там храм Где я там Везде храм Да Так и ты Где ты там храм Конечно Два храма Два храма Два храма Ужас Что будет Кому? Святым? Конечно Им будет ужас А остальным? Кто Кто настоящий? Святой Кто настоящий? Вот Самое главное Кто настоящий? Есть вообще-то такие сейчас? Есть 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 Вот они Ты показываешь на растениях? Да А человеки? Это Только не это Почему? Почему? Почему ты отрицаешь? Они? Мария Дина Вот они Они А чего они? Они Нет Они? Они Ну вы про них разговариваете? Нет А они тот люди, кто Кто живут сейчас 99% К сожалению Я их не могу Всех рисовать Вы сказали позавчера Такую фразу Если Ты мне Нарисуешь так Как Рисуешь их Я пойду И сразу Повершусь Значит Благодаря Этой фразе Я Целую ночь Думала И утром Я пришла К потрясающему Открытию В себе самой Я говорила Что это открытие Заключается в том Что я поняла Что Я живу жизнями Других людей Я чувствую их Я плачу за них Я смеюсь за них Я даже себя Вот если Может быть святой человек Это тот, кто себя забыл Или потерял Ты знаешь, что я себя потеряла? И я Бога попросила Вот в этот раз Сказала, что Что бы я хотела Если бы одно только желание Всего одно желание Вот сказал Бог Я исполню твое одно желание Это Вернуть мне мою жизнь Потому что я ее не знаю Почему я выбрала здесь? Не знаю Потому что я здесь Не завершила как-то свои дела Я как-то здесь Не Я не показала людям Что все-таки Нечто другое Что Душа Не показали людям Что Ты Все можешь, как я Да Да Вот я жила жизнь В этом жизни В этом жизни Играете или нет? Нет Точно? Точно Точно Вот Что наша беда Это моя беда Это моя беда Нечто получает От кого? Вообще От которой жизни А можно вопрос Какую роль? Какую роль? Пускай врача играет врач И никогда палач Мефистофель? Ты? Нет Вообще Какую роль? Я выбираю на время Мефистофеля Какой ты? Такой вопрос А почему ты выбираешь Мефистофеля? Время такое? Нет Грязь надо убрать Это я могу? Нет Конечно Я могу эту грязь просто показать Ты можешь показать Хоть на дурацком ткани Вот смотри Ты можешь это показать Ну допустим Я вышла на улицу Нет Я не всегда могу Вот там на стене У меня нарисованы картины Да Да? Рисунки А люди пришли и навалили туда Всякого металла И всякого гадости Как ты думаешь? Оно и так видно Что оно там валяется Вот единственное что можно сделать Это подойти и убрать эту грязь Тебе не кажется? Просто убрать ее Где подойти? Ну подойти и убрать Ну уберем и дальше Ну они опять набросают Ну конечно Опять набросают Каждый день? Ну наверное каждый день Конец Чего конец? Убирать каждый день До тех пор пока у этих Ну и если Например Я не хочу эту грязь убрать Ну пусть стоит Если там положили Может быть это тоже искусство Ну а А вот это другой же момент Что из этого можно сделать искусство Вот тогда Да Искусство это уже грязь Да Когда человек не хочет Убирать грязь Он называет это искусством Да Когда ему Я сейчас очень хорошо вижу Мария Авдеевна И что ты видишь? Что я вижу? Здесь комната сидит Великолепная грузинская Пианистка Ну на добрый вечер Продолжай Мария Авдеевна Да Так что ж ты еще видишь то? Вот мы заговорили сейчас хорошо Вот тема которую затронули Грязь Грязь Сначала была святость Теперь грязь Ну и с противоположностью Теми и тем А если эта женщина твоя Карпинская Выбирает Нет Правильную дорогу Ну у тебя идет твой шанс Здесь у тебя стоит крест Это твоя дорога И если ты перейдешь здесь Считай сам себе повесишь Но у тебя и Бог так любит тебя Он тебе дает хорошее направление Дает Вообще дает У тебя не 50 на 50 Не 50 на 50 У тебя 99 на 1 Ну это один такой сильный Все равно вот это Злоз такой сильный Так где мы идем? Дорога Где бросили мусор Это тот мусор Я сейчас скажу Есть два пути Один путь Вон храм Где? Ну не важно Вот храм где-то Условно говоря Можно к нему перелететь И не замечать мусор Правильно? Грязь Да Это один из путей Лететь Закрыть глаза и не видеть Другой путь Другой путь Как фанера над Парижем А второй путь Это открыть глаза и увидеть грязь Не побояться ее увидеть Хотя это очень страшно Вот там моя мечта была слепая Это не потому что я не хотела видеть грязь Просто у меня глаза были закрыты И я не видела грязь Это хорошо? Не знаю Нет, наверное это плохо Дальше Но зато И там где грязь Я видела чистоту Значит Мне, да? А подводишь К тому, чтобы я что признала? Святой Давид Я сейчас вам предлагаю один Игру Это хороший способ Да Спектакль без музыки Я, например, не представляю Давай спою вместе Я спеть не смогу Как у вас кости Грузинский князь Абхазский князь И импрессарио И импрессарио Подожди, ты вот ни одну тему Кстати, не поставил точку Ты везде только многое часто Я когда учил в школе Я никогда не ставил ту точку Поэтому мне всегда выгоняли из школы Как Сурмова Для вас, Давидович Или кто я Я даже не знаю уже Я сам запутал Это ужас Это ужас Ты сам запутал? И это Я никогда не ставил ту точку Я самим мой любимый Знак это? Знак вопроса А ты этот вопрос себе задавал Или другим вопрос? Ну сейчас я вам задаю такой вопрос Мне? Маля, давай споем Тбилису Я не могу Я не знаю слов Я стесняюсь Вы же уже невеста тбилисская Так Все Тбилисская кто? Невеста? Любовь с акцентом Уже вы будете в Грузии С акцентом разговаривать А не я здесь То есть я приеду в Грузию И буду разговаривать с акцентом? Да Понятно Так вот я хочу понять одну вещь Какую? У любого спектакля У любого разговора Должна быть какая-то красная линия Нет Красная, да Или дорога к храму Красная есть Красная точно есть У всех Это кров Красная линия Это кров Я боюсь крови Я знаю Поэтому пропустили Пропустили, да Поехали дальше А помимо крови Красной линии Какие еще существуют? Нет, золотая линия Меня устраивает Вот такой Сейчас я вам покажу Какой Я сейчас для вас пою Это такая спонтанность В которой я Ничего не понимаю Все Достаточно Вот тут точка Все Точка Ага Все Точка Ходили Либо учили Точку Точку Вот Вот Действительно Сейчас я могу сказать Что мне впервые Очень трудно быть ведущей Потому что Я как человек Глубоко организованный Пытаюсь найти Вот эту золотую Уже не красную Нитью Бриллиантовую Бриллиантовую Мысль Мысль Которая Приведет Из этой точки В ту И по дороге Покажет нечто Храм Не храм Дорога Почему? Ну потому что Самая главная дорога Нет Самая главная храм Хоть пролетишь Без дороги Если есть храм Говорим что? Зачем нам дорога? Там имени Саакашвили Имени Варлама Ну без разницы Это Один грязь Это все грязь А храм Это уже Там нет никакой дороги Это Дорога существует только для них А нам зачем Дорога? Не нужна Конечно нет Мы не идем К нам приходят Значит нам надо дорога или нет? Нет Конечно нет Опять А опять Вы ставили точку Да Здесь точка уже Если Если Мы как храм Последний вопрос Последную Слову Я всегда получаю от вас Последнюю Слову То точку Я всегда пропускаю То есть Я должна Как бы сказать Последнее слово Или ты Последнее слово Говоришь Знаете Что Пролетели Пролетели Медович Никобати Богатюни Хамильяне Карпинский И Неизвестно кто Не знаю Божественная Мария Карпинская Филатова Никобати Никобати Все А ну Новое Планетарное Телевидение Молодежи И уже Не ведущая И уже А что везти Нет Подожди А я привыкла Все время везти Я же вела Вот храм Я ходила Брала и вела храм Дорога не существует Вообще Нет Хорошей дороги Нет Одним секретом Нам надо строить Чистую линию Не красную линию А чистую линию Золотую Бриллиантовую Это И скоро будет Мы обязательно встретимся Через три месяца Из новой студии Цветной бульвар На Цветном бульваре Спасибо большое Счастливо Да Точка Опять От Марии Карпинской Ну что делать Все идет Как идет Пусть идет Однажды В Америке Вас позовет Несбывшееся И тогда Вы уже никуда Не пойдете Потому что Все будет В одной точке Итак Точка До свидания Нас еще не связали В ожидании чуда Случай звезды дорога Место судьба Мы еще не пропали В объятиях друг друга Задыхаясь от счастья Задыхаясь от счастья Сбегая с ума Мы еще не знакомые Мы еще одиночество В этом мире огромном Нас судьба не свела Ты не знаешь Ты не знаешь еще Мое имя и отчество Но я знаю уже Как меня ты ждала Но я знаю уже Как меня ты ждала Но я знаю уже